Поделиться своей кровью может любой человек старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Однако донор должен тщательно подготовиться к сдаче крови. В ближайшие два дня ему необходимо воздержаться от употребления алкоголя, не есть жирную пищу. Непосредственно перед процедурой сдачи специалисты Московской областной станции проливания крови проверяют давление, гемоглобин, вес, сколько дней прошло со времени предыдущей сдачи крови. Но и даже на этом заключительном этапе сдачи крови может быть отказано. У нас, когда донор приходит, он обязательно проходит медицинское свидетельствование. У нас есть абсолютные противопоказания и относительные противопоказания. Абсолютные – это тогда, когда человек никогда не может быть донором в силу каких-то заболеваний. И есть относительные показания, например, человек простыл или после операции только. То есть он, например, через месяц, через полгода или завтра, или по каким-то причинам может быть донором. А на сегодняшний момент просто не может. Абсолютных противопоказаний не было сегодня. Сегодня временные просто. Он может прийти через месяц, у него уровень гемоглобина низкий. Его отводим на месяц. Через месяц переходит, и если все нормально, то продолжает сдавать. Желающих поучаствовать в добром теле оказалось очень много. Среди сдававших кровь были и те, кто пришел на акцию впервые, и те, кого уже можно смело называть почетным донором. Кровь сегодня 42-й раз. Вот по 500 миллилитров, вот и посчитайте, 21 литр. Вы помните вот этот свой первый раз? Почему пришли? Вот как это получилось? Может быть, это чисто случайно произошло? А потом уже стали ходить, сдавать? Не вспомню, честно говоря, не вспомню. Как-то случайно получилось, вот пошел все, была акция, пошел, сдал кровь. А это уже, как говорится, втянулся, привык, и понял, что это доброе дело, что людям надо делать добро. Донорская акция проходила несколько часов. Все это время желающие сдать кровь ждали своей очереди. Несмотря на затянувшиеся ожидания, никто не захотел уйти. Сегодня по записям плюс-минус мы округлим до 150 человек где-то по записи. Потому что приходятся некоторые доноры не по записи. Есть, конечно, постоянно уже доноры. Уже даже где-то на январе 140 человек где-то сдали. Только доноры 140 человек. А пришли где-то около 160. Это в начале января было. То есть показатели растут и растут. Конечно, бывает и уменьшается. Кто-то в отпусках, кто-то там заболел. Всякие бывают отклонения. После процедуры забора крови непременно чай с печеньем. Также добровольцы получают небольшое денежное вознаграждение и подарки. Но большинство приходит на подобные акции по зову сердца. Ведь для кого-то их кровь может оказаться единственным спасением. Вся собранная кровь проходит жесткое лабораторное исследование на выявление инфекции. Так, например, в больнице плазма может быть выдана не раньше, чем через 6 месяцев после того, как она отлежится в морозилке. И донор, который эту плазму сегодня сдал, подтвердит через полгода, что у него нет инфекций. Если донор не придет на повторное обследование, плазма будет храниться в центре до 3 лет. А по истечении этого срока ее придется утилизировать. Вот почему так ценится постоянный проверенный донор. И таких людей, участвующих в акции «Подари жизнь», становится с каждым разом все больше и больше. Ирина Самойлова, Сергей Власов, День города.